Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лада Халашо, и я художник. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Сегодня 1 июля 2021 года. И с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в налогообложении Евросоюза, именно для изменения в электронной торговле. И, конечно, это все не может не отразиться и на нас, на художниках, которые продают свои картины за границу, в частности, в Европу. Я хочу отметить тот факт, что изменения касаются именно коммерческих, коммерческих отправлений и именно в страны Евросоюза. То есть в остальные страны, которые там США или Канада, которые не входят в зону, в еврозону, эти изменения, значит, не касаются. Что же произошло? Что же произошло? С 1 числа, то есть с сегодняшнего дня в Евросоюзе заработала система, так называемая, IOSS. Это, значит, система, которая собирает налоги по всему Евросоюзу. И все торговцы, которые торгуют электронно, они обязаны перечислять налог, значит, в казну, значит, этого IOSS, регистрироваться в этом магазине. Если вы резидент Евросоюза и ваш товарооборот с странами Евросоюза составляет 10 тысяч евро в год, 10 тысяч евро в год, вы обязаны зарегистрироваться в этой системе и вы обязаны сами взимать налог, значит, со своего покупателя и перечислять через эту систему в налоговую страну, в налоговую, значит, страну своего покупателя. Значит, налоги в каждой стране Евросоюза разные, то есть, и они варьируются от 17 до 20% с стоимости покупки, значит, в зависимости от того, в какую страну Евросоюза произошла продажа. Даже если вы, значит, не торгуете через маркетплейсы, там, как eBay или Etsy, или еще какие-то другие маркетплейсы, которые будут, значит, за вас собирать этот налог, вы тоже, как бы, обязаны оплатить, взять этот налог. Если вы находитесь в Евросоюзе, если вы находитесь, посылаете свои товары из-за пределов Евросоюза, то тогда этот налог, и вы не зарегистрированы, значит, в этой системе, то тогда этот налог будет взиматься на почте. И, дополнительно, почта страны, которая будет заниматься растаможкой, она, может быть, еще возьмет дополнительно с этого налога еще и денежки за свои услуги. Значит, в чем разница? В общем-то, такая система, она работала и раньше, но только сбором налогов занималась непосредственно почта. Все товары с ценой до 22 евро в Евросоюзе не облагались налогами. То есть, вот, если вы посылаете, да, там, товары, спишите, цена 22 евро, покупатель не платит никаких налогов, вот, все нормально. Теперь, теперь, значит, все товары стоимостью от 1 цента до 150 евро облагаются налогом, и вот этот вот налог, значит, НДС обязан взять Marketplace. Допустим, если вы продаете что-то через Marketplace. И вот эти Marketplace, у которых, конечно, обороты больше 10 тысяч евро в год, они все зарегистрированы в этой IOS-SS системе европейской. Поэтому, когда происходит продажа, каждый раз, они берут этот налог, и теперь с 1 числа в наших инвойсах, в наших счетах, когда вот мы продаем через Etsy, будет указан цифровой код этого взятого налога с товара. Я повторяю, я повторяю, что это касается коммерческих, коммерческих отправлений. Вот, если вы отправляете свою посылочку, как пишете, что это товар, то вы должны указать этот налоговый номер в декларации. В декларации, чтобы таможня видела, что налог взят. В чем, как бы, как это отражается на нас? На нас, на продавцах. Значит, это отражается в оформлении отправлений. Налоговый номер нужно указывать в кабинете. В частности, я буду говорить про кабинет Укрпочты, потому что я нахожусь в Украине и отправляю из Украины. Уже, значит, Укрпочта в кабинете ввела такую строчку, в которой написана, значит, налоговая информация для таможен стран Евросоюза. Вот именно в эту строчку, в эту строчку вы забиваете вот этот вот номер, который будет, налоговый, который будет в инвойсе у вас указан. К сожалению, это можно будет сделать только в электронном кабинете. Если вы оформляете свои посылки, принося их на почту непосредственно оператору, то у оператора такой возможности, значит, оформить и вписать налоговый номер в вашу декларацию не будет. Это можно будет сделать только электронно. Далее, значит, обязательно внесение товарного кода. Ну, это уже требование почты. То есть, естественно, что при обработке, значит, процесс обработки теперь затянется почта, надо будет проверять, значит, больше информации, если, значит, уплачен ли налог, из какой площадки. Вот, и поэтому почта решила, как бы, ускорить обработку поступающих отправлений. И она тоже ввела ряд правил, ряд правил, которых теперь надо придерживаться. Первое. Они просят обязательно указывать имейл покупателя. Ну, конечно, не каждый, не каждый маркетплейс предоставляет имейл. Поэтому, поэтому Укрпочта посоветовала нам указывать хотя бы свой собственный имейл. Опять-таки, когда вы заполняете этот, опять-таки, возможно, этот имейл, значит, добавить только в электронном кабинете Укрпочты. Имейл не будет печататься на электронной декларации. Имейл будет просто храниться в базе, то есть в электронной базе, которая будет привязана, в которой хранится вся информация о вашем отправлении. Вот. И этот имейл можно будет тоже только внести в электронном кабинете. Так что, ребята, кто еще там не освоил электронный кабинет Укрпочты, я имею в виду, значит, я обращаюсь к своим соотечественникам, к украинцам, пожалуйста, значит, не тяните, а переходите на светлую сторону. Регистрируйтесь в кабинете Укрпочты и будете иметь меньше проблем и будете даже дешевле отправлять свои посылочки. Итак, значит, надо вносить имейл, хотя бы свой. Желательно указывать телефон покупателя. Это уже как получится. Не каждый покупатель указывает свой телефон. Далее, надо вносить код товара. Цифровой код товара 6 цифр. Вот. То есть, что такое код товара? Это тоже как бы ускоряет это описание. Описание вашего товара. Вот как вы там пишете, там, handmade, там, postcard, да, я пишу на акварели. Или там мы пишем print on canvas. Это вы также должны писать, как вы писали раньше, описание вложения. Но еще всегда была строчечка код, там, tnvet, да. Вот. Это по-украински я не помню, как называется. Но, в общем, там был код. И он до сих пор есть, эта строчка с этим кодом. И вот в этот код, то, что вы прописали словами, вы должны подобрать цифровое значение 6 цифр, значит, этого кода. И, значит, вписать цифрами эту расшифровку того, что у вас положено в посылочку. Ну, как это там, значит, есть всякий, есть целый список, значит, есть и на украинском языке. В принципе, Укрпочта объясняет, что первые именно 6 цифр, они являются международным стандартом. То есть, они совпадают, вы можете посмотреть у нас в украинских списках, там, в международных списках. Эти 6 первых цифр, они совпадают везде по всему миру. Они одинаковые. Это описывается, значит, что, на чем сделано, да, там, допустим, на картоне, вот, для какого использования, для какого использования, там, для домашнего, там, ну и так далее, там, по-дому. Можно подобрать буквально вот две цифры оттуда, две цифры, значит, из другого какого-то там списка, что там, это, значит, там, картон, это для домашнего использования, там, это еще что-нибудь. И вот собрать вот этот вот код, как вы собираете кубики или конструктор. Как сказала Укрпочта в своем прекрасном вебинаре, я оставлю ссылочку на вебинар, 29 июня был развернутый вебинар, значит, на эту тему, на тему нововведений при отправках Евросоюза. Значит, ну, вебинар на украинском языке, вот, поэтому, кто понимает по-украински, значит, я оставлю ссылку, пойдите, послушайте, много интересного рассказывают и подробно. Вот, значит, Укрпочта сказала, что подбор кода – дело творческое, то есть, как бы тут таких вот, точно так же, как вы пишете описание вложения, то и в подборе кода тоже можно проявлять свою смекалку и, как бы, подбирать именно то, что наиболее близко к вашему вложению и подходит вам для описания. Далее, что делать с товарами, которых стоимость больше 150 евро? Значит, смотрите, от 0 до 150 евро налог собирает Marketplace, значит, для товаров от стоимости выше 150 евро налоги собирает с почты, то есть, покупатель приходит за вашей посылкой на почту и почта уже его налога облагает и берет с него этот самый ВАД НДС. То есть, вы ничего не делаете. Вы, опять-таки, пишете там код товара, пишете имейл, вы пишете телефон, если есть, вот, и пишете, помечаете отправление как товар, пишете его стоимость, вот, и уже почта, на почте человек, человек оплачивает, значит, все пошлины. Также, значит, надо учитывать, что стоимость пошлина берется с общей стоимости отправления, то есть, со стоимости вложения и со стоимости отправки. Допустим, вы продали картину, мы говорим о картинах, мы художники, и она стоит у вас граничную цену 150 евро, и вы сказали, что это фрешиппинг. Ну, естественно, вы стоимость заложили, там, допустим, там, эти 30 долларов или там 25 евро в стоимость картины. Вот, вы пришли, значит, на почту, оформили, написали стоимость вложения 150 евро, и еще почта, значит, они же пишут, сколько они взяли, сколько они взяли, значит, за свои услуги отправки, они еще на декларации помечают, помечают, что уплачено, допустим, 25 евро за пересылку, если картина большая, да. Товар приходит у вас, значит, на почту получателю, и что видит таможенник? 150 евро стоит вложение, плюс 25 евро стоит отправка, итого 175 евро. Вы превысили этот вот налоговый порог, получается, что покупатель, если он у вас покупал через Marketplace, он заплатил, значит, уже таможенный сбор, как за товар стоимостью до 150 евро, а потом он приходит на почту, и с него еще дополнительно берут пошлину за товар, как бы за полученный товар стоимостью 175 евро, потому что к стоимости, значит, прибавилось вот это вот 25 евро, прибавилось к стоимости отправления. Поэтому я считаю, что надо обратить внимание вот на эту сторону вопроса, и как-то учитывать это при отправках, при отправках своих посылок. Далее, Укрпочта, что меня еще больше всего расстроило, она настоятельно рекомендует клеить инвойсы на посылки, которые вы отправляете в Евросоюз. При том, что это довольно странно, потому что, допустим, в описании к разъяснениям, которые, допустим, писал тот же Etsy, они говорят, что вот этот вот налоговый номер, он не должен быть виден нигде, значит, на посылках, которые они указывают, что это как бы приватная информация, что она забивается как бы в базу, видно только в базе вот этот вот номер, он должен быть виден только в базе почты или там вот этой вот таможенной базе, но он нигде не должен быть виден на посылках. Тем не менее, Укрпочта говорит, что мы должны клеить. Мы должны распечатывать invoice, вкладывать его в файл и наклеивать его на посылке. При том, что мы должны это делать таким хитрым образом, чтобы личной информации покупателя не было видно. Но все должны были бы догадаться, что это invoice. Якобы это убережет посылку от вскрытия. Ну, ребята, я отношусь к этому лично, скажу, что я скептический, но Укрпочта прямым текстом, вот на вебинаре я задала прямой вопрос, они сказали, да, клеить invoice надо. Опять-таки, повторяюсь, это для коммерческих отправлений. Если вы отправляете свою посылку в Европу как товар, значит, вы должны распечатать invoice с маркетплейса, положить его в файлик, скрутить его, значит, этот invoice хитрым образом, чтобы не было видно личной информации вашего покупателя, и скотчком, значит, прикрепить к посылке дополнительно. Так, ну и теперь, значит, что еще самое такое интересное, да, когда вы все расстроились, я вам скажу уже напоследок, приятное известие, подарки сохраняются. То есть, вы можете, можете отправить свое отправление как подарок стоимостью до 45 евро. Естественно, если вы отправляете свою посылку как подарок, вы не должны указывать нигде информации о том, что налог уплачен. Вот. Что такое подарки? Что такое подарки? Подарки это нерегулярные отправки. То есть, если вы отправляете там в Европу свои картинки, там с регулярностью 1-2 картинки там в полгода, то, конечно, вы можете отметить эти отправления как подарок. И это ни у кого не вызовет никаких, никаких подозрений. Если же вы, конечно, будете ежедневно отправлять по 10 товаров, значит, в Европу и все помечать их как подарки, то это уже, конечно, вызовет подозрения и заставит таможенные органы повнимательнее приглянеться к вам, значит, такому щедрому человеку, который просто шлет караванами подарки, разным людям в Европе. Значит, подарки это, напоминаю, это отправление от частного лица частному лицу, значит, приуроченные к определенному поводу, вот, или без повода, просто как подарок, вот. Это нерегулярные, значит, отправления, не имеющие ярко выраженной коммерческой цели товары для личного использования. Вот так вот. Значит, вот, в общем-то, в принципе, и все, что я так усвоила. Значит, подведем итог. Подведем итог. Значит, теперь, какие у нас, какие изменения касаются именно нас? Изменения касаются, в первых, только отправления в Европейский Союз. То есть, другие страны как отправляли, так и отправляем. То есть, ничего не меняется. Только вот если у вас там в какую-то страну Европейского Союза купили вашу картину, тогда вы, значит, включаете голову и указываете. Указываете налоговый номер. Он у вас будет в этом самом, в инвойсе. Указываете 6 цифр кода товара. Кстати, если товар стоимостью выше, значит, 150 евро, тогда вы должны указать 10 цифр кода товара. Сам код товара, он 10-значен. Но если ваш товар стоимостью до 150 евро, вы указываете только 6 цифр. Если ваш товар стоимостью более 150 евро, вы указываете 10 цифр, полный код товара. Австрия единственная страна Евросоюза, которая требует 10 цифр кода товара на товары стоимостью и до 150 евро, и выше 150 евро. То есть, если вы отправляете в Австрию, вы всегда пишете 10 цифр, значит, своего кода товара. Значит, указываете код товара, указываете налоговый номер плательщика, указываете имейл покупателя. Если нет имейла покупателя, указываете свой имейл, на него будет приходить служебная информация. Какая служебная информация? Надо ли там, допустим, пришло ли отправление, надо ли, допустим, что-то доплачивать, потому что служба почтовая и таможенная, допустим, если они решат, что надо еще доплатить за это отправление, они отправят именно покупателю письмо на имейл. Скажут, что вот, дорогой товарищ, твое письмо пришло, но ты нам еще должен денек, поэтому будь готов, как бы, или там предоставить какие-то дополнительные документы, если ты уже оплатил, или будь готов, значит, оплати, пожалуйста, пошлину. Ну и последнее, надо клеить инвойс, распечатывать инвойс, класть его в файлик и крепить на посылку. Вот так вот. Так, ничего не забыла, сейчас проверю. Да, кстати, Укрпочта обращает внимание на то, что вот на самом деле вот эти вот поля, там, с указанием кода товара, вот, и с указанием имейла и телефона не являются обязательным к заполнению. Однако они ускоряют прохождение вашего отправления, то есть оформление, таможенное оформление, значит, вашего отправления. Если вы хотите, чтобы ваше отправление быстрее проходило, значит, растаможку, то вам надо указывать обязательно вот этот вот код товара, вы должны указать его обязательно. Тогда оформление пройдет быстрее и получатель быстрее получит вашу посылку. Вот. Даже если вы отправляете отправление как подарок, вы все равно должны указывать код товара и страну происхождения. Вот. Ну, надеюсь, вам все было понятно и вы не можете не очень расстроились. Значит, повторяю, что я оставлю ссылку на вебинар Укрпочты, вебинар на украинском языке. Также я оставлю ссылку, они сделали хорошую презентацию в картинках, значит, с образцами заполнения форм. Тоже оставлю ссылку на эту презентацию, которую можно скачать. Презентация тоже на украинском языке. Вот. Ну и все. Желаю всем всего хорошего. Вот. Больших продаж. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok